В июле Брестский театр кукол получил грант президента на создание спектакля о Ефросине Полоцкой, восточнославянской просветительнице, первой женщине в Беларуси, признанной святой. Она родилась в Полоцке в 1104 году в княжеской семье и после достижения совершеннолетия отказалась от династического брака и ушла в монастырь. Благодаря ей в Полоцке основаны женский и мужской монастыри. Материал требует очень большого погружения, очень большой ответственности и очень большого понимания того, что ты делаешь. И постоянно находиться в этом процессе, в таком немножко вздернутом состоянии, это, конечно, тяжело. И артистам было в первую очередь тяжело, конечно, подбираться к тому, что сейчас происходило на сцене. Были сложности репетиционного процесса, но это нормально. Это, ну, когда нет препятствий, нет и преодоления. Вот, а здесь было и то, и другое. Спектакль рассказывает о жизни Евросинии с рождения и до смерти, постепенно вводя зрителя в ее духовное развитие, в понимание ее миссии на этой земле. Декорации спектакля в виде литр букв, как проводники на протяжении всего спектакля ведут ее и как бы оставляют после ее смерти дар людям в виде памяти. Слова слаще меда, которые смогут и оживить. Ирина Титовец, художник-постановщик спектакля, очень корректно подошла к созданию образов всех членов семьи Евросинии, находя вдохновение в иконах того времени. Я смотрела достаточно много икон, и вот икона, по-моему, посвящена ее житию, и я старалась, ну, образы оттуда все-таки брать. И как раз таки, если вы с этой иконой знакомы, там они просматриваются, эти образы. Я и цветовую гамму пыталась сохранить оттуда, ну, все-таки это тот мир, который, ну, наверное, было бы нечестно придумать мне. Он уже созданный, есть летописцы, которые изучали, художники, которые создавали эти образы, и я всего лишь прикоснулась к тому, что уже было создано. Спектакль получился легким и воздушным, благодаря и профессиональной игре актеров, и тонко подобранным декорациям, прототип которых режиссер увидел в Полоцке, родном городе главной героини. Архетип этой декорации находится в Полоцке. Это стелла, которая стоит напротив храма Святой Софии в Полоцке, с родословной Евросинией, там она практически такой же формы, просто там есть гербы. И когда я ездил в Полоцк, ну, чтобы посмотреть, да, походить по тем местам, где главная героиня спектакля существовала в свое время, я просто увидел эту стеллу, и пришло художественное решение. Спектакль понравится и подросткам, и людям постарше, своим легким и понятным изложением фактов из жизни Святой. По ощущениям, кажется, что мы что-то хорошее сделали. Вот. Еще пока сами, может быть, не осознаем до конца, но ощущения на душе хорошие. Виктория Гапутина, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.